Очередной сборник фраз, отрывков из книг и моих наблюдений. Сторонники плоской земли заявили, что их поддерживают по всему земному шару. В результате многолетних наблюдений врач-логопед Лалыкин установил, что новорожденные кричат не «уа», а «ура», просто они еще «р» не выговаривают. Александр Петрович Сыров, «Рога и копыта», литературная газета, номер 42. Наличие автомобиля не облагораживает его владельца, Олдас Хаксли. Истинная правда похожа на ее отсутствие, дао де зен. Нужно постоянно повторять истину, ибо ложь вокруг нас тоже проповедуется постоянно. И не только одиночками, но и массами. Иоганн Вольфганг Гёте. «Роскошь в одежде и пище – это радость рабов». Фраза из книги Валентина Иванова «Русь великая». Надо уметь по достоинству ценить настоящее. Ведь у него нешуточная миссия – предоставлять нам материал для будущих воспоминаний. Из книги Павла Крусанова «Американская дырка». Запомнился тост Б.Н. Ельцина на правительственном завтраке у Леонида Кучмы. «Россияние», – сказал он, обращаясь к нашей делегации, – «каждое утро, проснувшись, первым делом спрашивайте себя, а что хорошего я сделал для родной Украины?» Сидевший рядом Аркадий Иванович Вольский даже слегка поперхнулся. Сегодня в свете развития, в кавычках, отношений между двумя странами, думаю, поперхнулись бы многие. Очень многие. Из книги Евгения Сидорова «Критика-публицистика». «В каждой культуре есть явления, которые и не выше, и не ниже какого-то уровня, потому что они вне уровня, в другой плоскости, они культурная кровь народа». Из книги Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Такой эпохи, как нынешняя, у нас никогда не было. Народ в массе своей сейчас стал интересоваться историей вообще и историей Руси, так как с советских времен историю Греции и Египта преподают довольно подробно, а историю Руси преподают отнюдь не так. И самое странное, что история Руси официально сейчас, в XXI веке, в нашем государстве, стала исчисляться в одну тысячу лет. А тот факт, что Петр I изменил летоисчисление и предписал вместо 1 января 7208 года от сотворения мира считать 1 января 1700 годом, как-то особо не афишируется. 5508 лет истории Руси до Рождества Христова как корова языком слезала. А ведь она была. Но почему-то нас всех приучают, мол, нет и не было. Забудьте. Почему же сейчас все такие всезнающие обо всем? Интернет. До интернета что-то новое или старое могли узнать из книг или документальных фильмов. А книги еще достать нужно было. Да еще знать какие. Архивные документы, летописи или древние книги ради твоего любопытства никто тебе прочитать не даст. А в интернете столько всего оцифровано. А сколько еще не оцифровано и никогда не появится в сети. Недавно на телевидении в передаче грамотей девочка из Москвы, ученица старшего класса, на вопрос, кем она хочет стать, ответила «Раньше я мечтала стать спортсменкой, а теперь решила, буду чиновником». Ведущий с усмешкой ее поддержал. Ну да, у чиновников зарплата выше, чем у спортсменов. Сюжетный показатель времени. Мы живем при идеологии чиновничества, когда девочка из Москвы мечтает стать чиновником. Также недавно на канале «Культура» шла передача «Альгора», которую ведет Швыдко. Дмитрий Быков, известный писатель-либерал, в этой передаче сказал знаковую вещь. «Как мы напишем в книгах, как было, так и будет». И самодовольно улыбнулся. Точно так же в свое время считали Миллер, Шлёцер, Карамзин, Костомаров и многие другие, которые писали в своих книгах такую историю Руси, какую мы и знаем с их слов, а не так, как было на самом деле. Есть старый анекдот. Мужчина спрашивает женщину, переспит ли она с ним за 10 миллионов долларов. Та соглашается. Тогда он спрашивает ее, не переспит ли она с ним за доллар. За кого вы меня принимаете? В негодовании спрашивает она. Мы установили, кто вы такая, мадам, невозмутимо отвечает тот. А теперь лишь торгуемся из-за цены. То же самое верно и в отношении человечества в целом. За редким исключением. Но подавляющее большинство людей сделает что угодно за правильную цену. Будь то деньги, власть, престиж или секс. Идея о продаже человечеством души дьяволу остается оплотом билетристики. И люди находят правдоподобным, что человек может пойти на такую сделку. Даже в точности зная, с кем имеет дело. Отрывок из кибертриллера Дугласа Ричардса «Ока разума». С просторов интернета надо держать в секрете свои далеко идущие планы. Помалкивайте до тех пор, пока этот план не исполнится. Любые наши идеи не только не идеальны, в них огромное количество слабых мест, по которым очень легко ударить и все разрушить. Не делитесь со своими близкими всем негативным, что вы увидели. Человек, который, придя домой, рассказывает все, что он услышал глупого по дороге, ничем не отличается от человека, который пришел домой и не снял обувь. Минздрав предупреждает. Ведение здорового образа жизни представляет серьезную опасность. Проведенные исследования выявили, что, отказываясь от употребления табачных изделий и алкогольных напитков, вы тем самым наносите непоправимый вред не только владельцам ликероводочных заводов, пивоваренных компаний и табачных фабрик, но и оставляете без прибыли всю фармацевтическую отрасль. Что мы сами сделаем, то у нас и будет. Так мы и будем жить. И напоследок еще две фразы. Я думал, что демократия – это власть народа, но товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа. Иосиф Виссарионович Сталин. Образование – это оружие, эффект которого зависит от того, кто его держит в своих руках, кого этим оружием хотят ударить. Иосиф Виссарионович Сталин. Источник цитаты Иосифа Сталина. Перечень книг, из которых взяты отрывки. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания.